Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы оканчиваем изучение книги «Исход» и мы читаем последнюю главу этой книги, глава 40. Таковая. Вначале говорится о том, как Господь повелевает поставить скинию и посвятить священников. И мы читаем, и сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрание и поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесой и внеси стол и расставь на нем все вещи его и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения и повесь завесу у входа в скинию собрания, и поставь жертвенник всесожжения перед входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скиней собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. Итак, здесь мы прочитали, что все это надо было сделать в первый месяц, в первый день месяца. Почему такая деталь? Это новый формат существования народа Божия. У них появляется храм. Поэтому все должно быть впервые. Все это новое. Как сказано, не вливают вино молодое в мехи ветхие, иначе мехи прорвутся и вино вытекет. Но вливают вино молодое в мехи новое. Это слова Христа. Поэтому все это делалось в первый месяц, в первый день месяца, потому что все это было вновь. И далее Господь говорит, «И возьми елея помазание, и помашь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята, помашь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыни великое, и помашь умывальник, и подножие его, и освети его». Вот здесь говорится таким особым образом, «И будет жертвенник святыни великое». Для нас жертвенник – это крест, на котором был распят наш Господь, это самый совершенный жертвенник, потому что на нем была принесена самая совершенная жертва. И это святыня великая для всех христиан. Далее Господь сказал, «И приведи Аарона, и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою». Они люди. Какая-то нечистота могла иметь место быть в их жизни, и через это внешнее омовение как бы очищались и их души. «Аарона омываются его сыновьями», потому что они должны быть помощниками его при служении. «И облеки Аарона в священной одежде, и помашь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помашь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит, их вечное священство в роды их». Мы здесь видим, что священник не становится священником сам от себя, но становится священником через призвание на это служение и особые ритуалы и действия. Как и в Новом Завете, в посланиях апостола Павла к Тимофею сказано «возгревай дар Божий, который ты получил через возложение рук священства». А Моисей, который поставлял и первосвященника Аарона, и его сыновей на священство, он имел статус и пророка Божия, и священника, и царя. И далее рассказывается о том, как Моисей ставит скинию, то есть вместе с народом они делают все необходимое. Это 16 стиха по 33, и 33 стих мы зачитаем. «И поставил двор вокруг скини, и жертвенник, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело». Мы уже знаем устроение скини, потому что более подробно это описывается в других главах. И вот в окончании 40 главы говорится о том, как Господь видимым образом являет славу свою над этим местом, потому что храм Божий, даже походный храм – это территория Бога. И мы читаем с 34 по 38 «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Нечто подобное происходило тогда, когда освящался первый храм в Иерусалиме, во дни царя Соломона. Там присутствие Бога было такое, что какое-то время люди не могли даже стоять на этом святом месте. И мы читаем далее. «И слава Господня наполнила скинию. Когда поднималось облако от скини, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». То есть храм оказался связью между землею и небом, потому что тот облачный столб, который был днем, он как перст Божий соединял небо с землей. Ведь любой храм – это отражение неба на земле. А ночью это был огненный столб. И каждый храм, где совершается особенно божественная литургия, это действительно огненный столб от земли до неба. И если видимым образом это сейчас никак не проявляется, Господь просто щадит и оберегает свободную волю тех людей, которые почему-то отрицают святость Божью, святость церковного богослужения. Итак, мы видим, что народ вышел из египетского плена, из рабства, не просто в пустыню, в никуда. Они построили походный храм, и осязаемо было присутствие Бога на этом святом месте. Это было видно всем в явлении этого облака, этого огненного столба. Храм — это действительно территория Бога. Но они должны будут прийти в землю обитованную, которой вся территория Бога. Потому что любой храм имеет назначение освещать пространство вокруг себя. И вот храмы, которые стоят по нашей русской земле, они имеют целью всю эту землю сделать храмом Бога. Как и наше сердце должно тоже стать территорией Бога. И когда мы молимся о благорастворении воздухов и так далее, мы просим, чтобы благодать Божия касалась бы всех аспектов жизни наших соплеменников, чтобы и мир природы ощущал на себе воздействие благодати. Вот именно здесь, когда они осветили храм походный, вошли в него, совершали служение, это как бы исход, который увенчался успехом. Они действительно, как говорили фараону, «Пойдем и совершим служение», теперь эти слова, они были уже не напрасны. Они начали совершать полновесные служения. И это очень важно. Псалмопевец Давид восклицает, «Возрадовалась душа моя о сказавших мне, «Пойдем в дом Господен». Мы всегда должны испытывать особую радость, когда входим в дом Господен. Это особое место, это знаковое место, это небо на земле. И книга «Исход» в том числе и об этом. Спасибо всех, Господь!